Чем нас кормят за наши собственные деньги? Этим вопросом задается, пожалуй, каждый житель Ненецкого округа. Цены растут с геометрической прогрессией, а качество продуктов по-прежнему оставляет желать лучшего. В чем причины, попыталась выяснить наш корреспондент Елена Семеновичева и отправилась в рейд по окружным магазинам. Отправляясь в магазин, и жителям округа необходимо вооружиться не только деньгами, но и смекалкой. Ведь качество привозных продуктов порой ужасает. Так, буквально за 10 минут в одном из центральных магазинов города наша съемочная группа обнаружила огромное количество просроченных продуктов или продуктов с нарушениями условий хранения. Если брать вот этот вот, я по сроку годности не хранила, как я не смотрела, как я вообще могу понять срок годности вот этого продукта? Да, вот видите, вот когда они поступают, они расслиплись, этикетку сорвали, все, поэтому пришлось только так запасывать. Ну, вы уже понимаете, что так не должно быть, что я не могу узнать, вот конкретно вот на это вот мясо, как мне узнать срок годности, где его там? Качественное средство у нас в офисе. А почему здесь, не в этом магазине? Потому что вот именно конкретно, что у нас дается качественное отлично. Посмотрите, пожалуйста. Идем дальше. Маринованные огурчики. Маринованные лежат вот таким вот образом, полуприкрытые. Все ходят, на них трясут. Условия хранения – это лишь один момент. На банке нет ни одной этикетки. Поэтому какие огурцы, когда они произведены и каков срок их годности, покупателю остается только догадываться. Пойдемте, пойдемте. У нас есть поступление. Вот такая вот большая банка. Видите, стоит? Так. Ну, как же, банку мы же не можем ей такую продавать. Продолжение выставить. Ну, какие-то явно есть другие методы. Чем щипчиками металлическими накладывать, всем под подряд. Нет, я все понимаю. Можно это нафасовать. Но человек хочет своей рукой. Подошел, и вот он берет свою рученьку. Ну, вы же понимаете, что это не соответствует санитарной норме. А мы не понимаем. И идем дальше. Ведь ассортимент товаров, представленных в магазине, разнообразен. И тут же очередной сюрприз. Сыр спагетти белый. Вот в какую цену мы его будем покупать? За 11 рублей? Нет, не 11 рублей. Это, соответственно, да. Где мы увидим... Алиса! Где мы увидим сколько? Где мы увидим вообще что? Плюс ко всему, посмотрите, он упакован 8 января. О, да. Это что? Почему у нас сыр в таком виде? Чья вина? И, соответственно, это просрочка и... Нет, это не просрочка. Почему у него? 8 числа. Сколько он может храниться в таком явно вами расфасованном виде? Это же вы фасовали, не производитель? Конечно, конечно. Ну, сколько в таком виде? Ну, у него идут сроки тоже есть. Какие сроки? Тоже подойдут. Давайте посмотрим. Пусть лежит у меня. Надо перепасовать. Так, и вот на этот посмотрим. Здесь он по распродажу у вас лежит. Да. Я не нашла сроки годности. Просто не нашла. Вот смотрим. Дата изготовления. Где? Посмотрите сами. Ну-ка, дайте другую кусочку. Но сроков годности заведующая магазином не нашла и на других кусочках. Так, вот посмотрите, вот здесь более или менее что-то есть. 14-е, да. Оно, видите, стирается. 14-е что? Подтаяло, подтаяло. Здесь непонятно. Давайте все сюда сразу же в корзину. Цветную капусту. Вот мы еще при входе сразу же ее заметили, что здесь переклеим ценник. Это почему? Почему как-то не переклеим? Ну, посмотрите, там внизу еще один есть ценник. И сверху еще один. А, нет, это капусту просто не подоценили. Давайте проверим. После изучения пакета с капустой заведующая делает вывод. Новая наклейка на упаковке появилась, потому что товар стал легче по весу, от времени. Но вот цена от этого не изменилась. Оказывается, чем дольше товар лежит, тем дороже он становится. Ну вот видите, уже вес теряется. 117,50. Товар вымерзает. Соответственно, по ценнике мы видим 118,50. Сколько у нас там? Далее отправляемся в магазин по соседству. Там нас ожидает тоже очень много сюрпризов. Дата изготовления 01.11.2016 годен до 01.12.2016 года. Ой, 2016 года. До 1 декабря 2016 года вот этот вот сыр. Вот весь этот кусок. Пойдемте посмотрим, сколько еще вы уже расфасовали. У этого сыра срок годности вышел 1 декабря 2016 года. А сегодня 17 января 2017 года. И вы его продаете. Цена за килограмм такого сыра 775 рублей у вас в магазине. Вы понимаете, что происходит? Понимаю. И вы говорите мне о лимонах. Произведен 29 июня 2016 года. Срок годности 150 суток. Это полгода. Этот сыр тоже просроченный. Весь кусок. Соответственно, вот это все тоже надо убирать с пол. Этикетка выпала. И как? И что? И мы должны верить вот этой надписи. На сроке-то вот здесь вверху написано. А, вот здесь написано. А сколько у нее срок годности? Здесь написано только даты изготовления. 26.04.15. И сколько срок годности у нее? Так мы поймем. Она стоит вот здесь, вот, одинокая. Это кто у вас вообще таким самопрасно-то занимается? Ну, мы наклеили. Вы наклеиваете. Лично вы? Да. То есть вы на себя берете? Понимаете, да, что это нормально? Ну, а с сыром-то что мы будем делать? Снимать его будем. Так давайте, мы же ждем. Нам надо показать людям, чтобы вы все это сняли с производства. Может быть, вам помощников кого-то. И такая история со всеми сырами, которые были выложены на полке этого магазина. А еще сосиски, колбаса, холодец и многое другое. В этом же списке и овощи-фрукты. А вот у специалистов Роспотребнадзора совсем другое мнение. В телефонном разговоре нам пояснили, что как раз эта ситуация с гнилыми овощами. Овощами и фруктами и продажей их по уценке является грубым нарушением. И одной из самых частых причин для жалоб у жителей окружной столицы. В управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу в 2016 году поступило 18 обращений. Из них 16 послужило основанием для проведения проверок. В ходе которых составлено 20 протоколов об административных правонарушениях. Получается, что покупая продукты в магазинах Нарьинмара за космические деньги, качество вам никто не гарантирует. Ведь сроки годности, проставленные на товаре, зачастую не соответствуют действительности. А если и соответствуют, то из-за неправильного хранения вы также можете купить товар ненадлежащего качества. И в этом мы убедились лично. Так что будьте предельно внимательны.